Всем привет! С вами Виктория Коралева. Продолжаем рубрику на тему отношений между мужчиной и женщиной. Сегодня я хочу поговорить на тему ревности в отношениях. Что такое ревность? Что это за эмоция такая? Почему мы ревнуем? Потому что не доверяем или боимся потерять человека? Что это? Проверка чувств любви к человеку или неуверенности в себе? А может быть ревность полезна, чтобы отдать огоньку и снова разжечь пламя страсти? С ревностью мы сталкиваемся в силу. Начиная с детства, когда нам кажется, что родители уделяют больше внимания братьям и сестрам. Затем, когда взрослеем, мы уже начинаем ревновать по-настоящему, с адреналином, ссорами, питьем посуды и даже лица. Ревность мучает нас, заставляет переживать, сомневаться в любимом человеке, лишать здравомыслия и даже толкать на поступки, о которых мы впоследствии будем очень жалеть. Эмоция ревности долго не давала мне покоя. Поэтому стих, который я сегодня хочу поделиться с вами, родился под ее сильным воздействием. Ревность, страшное чувство, нами движет безумство, гнев сменяет страдания, то вовсе сплошные рыдания. Нам не подвластен разум, лишь повторяем фразы. Люблю, ненавижу, убью, хочу, так безумно хочу. Метаюсь и рвусь на части, и снова я в твоей власти, бросая вызов злой доли. Зависит наш разум от воли. Как пережить мне эту боль, где взять мне мудрость и силы? Сыграть хочу я злой, но в ней не вижу перспектив. Как же сильно нуждаюсь в тебе, душу давит груз испытания. Предоставлю решать все судьбе, а возьму и прощу наказание. Зачем я, дорогой, ревнивая и любящая женщина? Отпусти меня, не неволь, а сердце нашли трещины. Только время залечит боль, раму густо, покрою трубцами. А зачем мне такая роль? Хотя роль выбираем мы сами. Не нуждаюсь я больше в тебе. Поначалу я в подушку не плачу, но во снах ты приходишь ко мне. Знай, я для тебя что-то значу. Вот так можно мучиться от ревности, перегореть от эмоций, а потом понять, что простить ты не можешь, и в наказание лучше за день молча уйти. Вы должны понимать, что прошлое уже ушло, и ничего вернуть нельзя. И только вам решать, простите остаться или жалите. Но любимых нужно прощать и смотреть в будущее с миром в сердце. Я думаю, что ревность это не доказательство. Это больше неуверенность в себе и боязнь потерять человека. Любящие глаза по сторонам не смотрят. Но это только не о мужчинах, потому что все мужчины смотрят налево. А знаете почему? Послушайте мой стих, «Какие есть пять причин у мужчины», и вы поймете, что мужчинам нужно понять и оправдать, и относиться к ревности как к временному чувству. Вообще, зависть и ревность это две самые разрушающие эмоции, которые очень отражаются на нашем лице в виде морщин, особенно с возрастом. Поэтому не тратьте свое время и здоровье, не растрачивайте свою красоту и энергию. А вы когда-нибудь замечали, что слово ревность и верность состоят из одних и тех же слов? Но имеют совершенно разный смысл. А знаете почему? Может быть, верность и доверие – это если вы человеку, пока вы доверяете, вы его любите. Именно доверие – стержень прочных и счастливых отношений. Тем более, это будет вам приносить массу удовольствия, проведенного вместе временем. Вам не придется сомневаться и тем более ревновать. Ищите такого человека, рядом с которым вам будет легко и спокойно. Это спокойно будет означать, что вы ему будете доверять безгранично, даже больше, чем самому себе. Жду ваших фидбэков. Пишите свое мнение, что для вас значит ревность. Может быть, она полезна, чтобы оживить отношения, или же от нее только все уши. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Виктория Королева.